Продолжение следует... Значит, не знаю, хорошо это или плохо. Возможно, это показывает эффективность дистанционного обучения, а возможно, это показывает, как это правильно сказать, чтобы никого не обидеть, интересность моих лекций. Напоминаю, что у нас разговор про разработку программного обеспечения, прошу прощения, для GNU Linux. Всем здрасте, кто пришел. Ну, значит, да, я уже думал о том, что мне надо из дома, потому что мы каждый раз боремся с тормозами-электрами, которые продолжают читать, когда уже здесь переменка, с техникой и со всем остальным. Но, честно говоря, одно дело прислушиваться к реальной реакции зала. О, у нас появился первый участник, смотрите. А дабы в следующий раз приходить вовремя. Извините, контрольная была. А, контрольная это святое, конечно. У нас появился один слушатель и еще четыре в сети. Вот, да, ну, в общем, вот, давайте тогда все-таки сделаем то, что мы делали раньше, скалибруем экран, чтобы было видно, чтобы было видно, где он заканчивается. Вот. Вот. А у вас тоже была контрольная? А то я уже объявил, что у нас никого нет. Я просто упакал, что я не упакал. Понятно, да. Нет, у нас по шесть. Хорошо, значит, у нас уже двое участников аудитории, это же прекрасно. Ковид всех развратил, все сидят по домам и смотрят. Да, значит, вот это размер, да, нормальный? То есть тот, который виден на экране. Хорошо. Значит, тогда мне придется запустить и терминальчик, который больше видимый, да? Сегодня у нас довольно забавная тема, потому что инструмент, который мы начнем сейчас изучать, это инструмент, как это, исторически очень древний, присутствующий во всех Unix, POSIX, Linux системах, и, в общем-то, как был он самым мощным среди соответствующего класса инструментов, так и остается. Об этом я надеюсь найти несколько минут, поговорить в самом конце нашей лекции. Это инструмент для сборки сложных и сверхсложных проектов, который называется Make. Зачем он такой? Значит, видите, у нас тема называется многофайловая сборка. На самом деле там будет довольно много всего, о чем нам придется поговорить. Начнем с ответа на основной вопрос. А зачем, собственно, много файлов? Почему бы нам не взять и написать программу из одного файла? Ну, как бы люди, которые хоть немножко программировали, понимают, что так, в общем, нормальные не поступают. Во-первых, неудобно все хранить в одном файле чисто практически. Во-вторых, само разбиение на файлы, и это такой способ коммуникации с потенциальным со-разработчиком, передача информации, где, в каких файлах лежат функции, посвященные одному и тому же. Вот. Ну и, например, если в вашем проекте несколько программ, очень трудно из одного файла скомпилировать несколько программ, хотя мы знаем, что можно. Вот. Разумеется, если аккуратно заниматься перекомпиляцией только измененных файлов, а файлов у вас много тысяч, то, разумеется, сборка полного проекта, полная компиляция всех файлов, это гораздо дольше, чем компиляция нескольких измененных, и после чего компоновка проекта. Вот. А в случае языка программирования C, мы знаем, что там все еще сложнее. C немножко наследует у ассемблера идеологию, какие метки объявлены, такие глобальные. Вот. То есть для того, чтобы организовывать независимые пространства имен в C, программ или там компонентов программ, вам нужно положить их в отдельные файлы, иначе у вас просто будут, как это, внутри функций, понятно, локальные переменные, но глобальные переменные, их нужно, во-первых, объявить статик, а во-вторых, в разных файлах написать. Иначе они будут видны всем. Будет конфликт. Я недавно, года два или три назад, пересобирал целую кучу какого-то очень легоси-кода, который тупо объявлял нестатическими глобальными переменами с одинаковыми нами в нескольких файлах, а потом их вместе скомпоновал, и раньше это как-то работало, а сейчас перестало, что, в общем, неудивительно. Вот. Я даже не знаю, UB это, в смысле undefined behavior, или реально по новому стандарту C нельзя так делать. Не знаю. Вот. Ну, мы уже ответили на вопрос, что компилировать сразу все файлы, это глупая идея, если их сто пятьсот тысяч. Вот. У нас на сегодня будет ссылка на два оффлайновых текста, которые я не способен за одну пару озвучить, показать, пересказать и все такое. Главный текст, это, собственно, пример написания и использование makefile, в который мы попробуем по мере, так сказать, необходимости прощелкать, сколько успеем, ведь он не короткий. Вот. Но есть еще сопутствующий текст. Это текст, связанный с компоновкой. Вот. Значит, вот здесь я вынужден апеллировать к вашему раз, два, три, четыре, третьему семестру, к курсу операционной системы, где про это должны были рассказывать довольно подробно. Вот. Поскольку среди нас есть также и те вот в чатике, которые, и в ютубчике, которые вообще не с факультета, и не было у них никакого трестего семестра с операционными системами, я позволил себе написать тоже такое вот полотнище про самые-самые базовые азы понятия компоновки, про объектники, про библиотеки, разделяемые библиотеки статические. И если у кого-то из здесь присутствующих или здесь присутствующих возникнут вопросы, предложения, дополнения, что в этот текст еще вписать, вот, да, если все вот это, если какие-то предложения от вас будут, то я их с удовольствием как это рассмотрю и, может быть, дополню этот текст. Мы в него будем заглядывать одним глазом, но, в принципе, предполагается, что в него заглядывать будете вы в случае, если вам не хватает знаний и вот для решения там домашек, вот этого всего. Итак, мы принимаем решение о том, что нам нужно пересобирать, то бишь перекомпилировать только те исходные файлы, которые мы изменили. Вообще говоря, это означает, что нам нужен некоторый промежуточный формат, так называемые объектники, чтобы можно было делать так, по-быстрому собирать из объектника в бинарник и по-медленному, со скоростью работы компилятора. Компилировать из исходников объектники. Когда-то давно сборка бинарника из объектников был очень быстрой процедурой, мы просто брали имеющийся код уже машинный и просто тупо разрешали таблицу имен, которые там в каждом из них была, но с появлением link-time optimization, он же LTO, эта штука слегка ухудшилась, и современная компоновка больших объектов и больших проектов тоже идет долго, потому что там происходит LTO, процесс. Вот. Link-time optimization, да. То есть это оптимизация вашей программы в процессе компоновки, а не в процессе компиляции. Вот. Тем не менее, да, мы чуть-чуть попробуем затронуть тему, как убыстроить LTO, но чисто на пальцах я, кажется, не смогу вам показать правильный пример, хотя, может быть, имеет смысл это сделать. Вот. Таким образом мы разбиваем нашу сборку программы на C из... Вот. Вот у нас есть условно 4 файла. А давайте мы их прямо и закипипастим от CEDO. Да. Давайте. Это абсолютно бессмысленная программа, которая делает ничего. Вот. Печатает 4 строчки или что-то в этом духе. Но зато она состоит из 4 файлов на C. Вот этот терминал мне не нужен. Зато она состоит из 4 файлов на C. Это как бы основной файл, и в нем есть функция main. Кажется, он в лекции называется prog.si. Ну, не знаю, давайте проведем эксперимент на людях и сделаем не так, как в лекции, просто ради того, чтобы я хоть что-то руками сделал, а не печатал, не копипастил из экрана. Да. Здесь называется функция output, которая, вообще говоря, непонятно, где определена. А еще здесь используется переменный аккаунт, который тоже непонятно, где определена. Где она определена? Где все это определено? Ну, очевидно, в outlib.si, как он выглядит, точка h в header файле, он выглядит абсолютно ожидаемо. А в нем определяют переменные и определяют функции. Напоминаю, что сигнатура, то есть определение функции в C, это не то же самое, что ее задание. Да, сигнатура функции только определяет ее тип и тип ее параметров. Вот. Ну вот, собственно, это оно и есть. Далее. Сама функция C реализована в файле fun.si. Опять его переименую, чтобы усложить себе жизнь. Но, в общем, вот. Да. И, наконец, отдельно у нас есть файл с константами, который содержит ту самую переменную каунт, которую мы нигде здесь ни разу еще не объявляли. Обратите внимание, здесь она объявлена как extern int, то есть заданная где-то в другом месте, а нами только присосанная. Да. Точка C. Вот. Значит, понятное дело, что мы могли так не извращаться и не разносить все это по файлам. Пример как бы примерный. Обратите внимание на то, что после инклюда вот этого файла, ну, давайте это прям проверим. Ну, допустим, output.si. Нет. Main.si. Вот. CC-E. Это запуск при процессорах. C-шного, который разрешит все инклюды и все дефайны. Он, собственно, это и сделал. Слава богу, в Main.si у нас нет никакого здоровенного инклюда. Вот. Но зато к нему приехал outlib.h, вот он. И, собственно, вот этот файл компилятор будет компилировать. Я ничего нового никому не открываю, это так работает C-шный компилятор. Обратите внимание, что сюда приехала сигнатура функции output, и теперь мы хорошо знаем, как она работает. Она работает вот так, у нее нет входных, она ничего не возвращает, точнее, возвращает ненужный void, но у нее в качестве параметра строка. Вот. А еще он приехал extern int count. Этот count где-то в другом месте объявлен, а здесь только мы на него ссылаемся, как на глобальную перемену. Вот. Точно так же устроен наш output.c, но сразу предупреждаю, здесь будет много строк. Почему? Потому что в output.c заинклюден sdioh, а sdioh это монстрище. Это я кручу содержимое stdio.h. Я все его еще кручу. Я все еще кручу его. Может быть, больше не надо. Ну, вы меня поняли. А давайте так вот сделаем лучше. Вот. Да, в нем 746 строчек. Не маленький. Ну, вернее, не в санем нем. Как видите, тут много разных инклюдов из инклюдов. Сdioh это дерево такое инклюдов. Много. Вот. Значит, для того, чтобы собрать из этого всего бинарник, мы можем сказать cc, там, const.c минус c минус o const.o. И так проделать с каждым, с каждым из файлов. Что у нас? Main. Давайте. Main.c минус c минус o, main.o. О, я сказал. Ключик минус c как раз и означает компилировать, только компилировать, да? То есть запускать c и еще ассемблер. И делать объектный файл. Кто там еще третий? const, main и output. О, вот. Теперь, значит, у нас образовалось еще несколько файлов. Это объектные файлы. В них находится ассемблерный код. Ну, если бы не ассемблерный, что я несу. Машинный код уже, автокод. И таблица символов. Вот. Ну, давайте посмотрим какой-нибудь main.o. Вот, пожалуйста, в нем таблица символов. Или общ-дамп минус, оу, там дизастом как выглядит. Вот, минус d, main.o. Вот вам, пожалуйста, секция текста, то есть исполняемого файла, исполняемая секция этого самого main.o. Ну, ассемблеры, в данном случае, x86-64. Вот. То есть, это на самом деле уже вполне себе исполняемый кусок исполняемого файла. Единственное, что в нем не так, это то, что у него есть имя main, а имя count и имя output в этом объектнике не определено. Undefined. Мы не знаем, где лежат эти имена. Ну, понятно, мы не знаем, потому что count лежит в count.o, а output лежит в output.o. Ничего удивительного. Вот. Тут сокращенец говорит сразу с отладочной информацией компилировать. Вот когда у нас будет отладчик в теме, тогда и будем компилировать с отладочной информацией. Сейчас нельзя объять не объять. Вот. Что мы сейчас сделаем? Ну, давайте ради интереса посмотрим, что лежит так же и в count.o, в const.o и что там у нас еще? Output.o. Все, все как у людей. Смотрите. Если мы сложим все это вместе, то мы поймем, что имя main определено в main, имя count определено в const, имя output определено в output. Чего не хватает в этом супе? Какое имя у нас не определено еще? А, ну да, это самое. Сокращенец говорит, что вот этот disassembler может быть более читаемым, если бы у нас была отладочная информация, он бы тут имена рисовал. В данном случае это не очень интересно. Да. Значит, ответ на вопрос, какое имя в результате ни в одном из этих модулей не определено, совершенно очевидно. Это printf. Мы функцию printf не писали. Она к нам приедет вместе с исполняющей системой C, то есть с библиотекой Glepsi. Вы можете написать программу на C и скомпилировать ее без библиотеки Glepsi, но это надо постараться сделать. По умолчанию она там будет. Мы с вами даже, помните, когда запускали компоновщик в прошлый раз, видели, какая сложная процедура скомпоновать из файлов. Ну, то есть мы можем написать просто, да? И все, у нас этот outrun уже работает. Вот он, да? А, у него еще есть, у него еще есть А, он только первый аргумент, только первый параметр печатает. Ну, он его зато печатает. Прекрасно. Вот. Для того, чтобы скомпоновать из объектника в программу, достаточно запустить CC. Ну, в действительности это довольно развесистая команда, которая присобачивает к нашим, смотрите, которая присобачивает к нашим, о, к нашим бинарникам, к нашим объектникам еще кучу всего. Мы уже видели. ГЦЦС. ЦРТН. Это все присобачивается к нашему, этому самому, к нашему ЦРТИ. Это ЦРТ-бегин-С. То есть из стандартной поставки нашего компилятора, помимо наших объектников, которые где-то тут тоже должны быть. Давайте попробуем вот так вот сделать. Да ладно. Я даже так не вижу слово main. А почему он не зеленый? А, он толстый. Да, все. В этом терминале он не зеленый, а толстый. Вот. Вот это наши объектники. Это, собственно, лип ГЦЦ. А, нет, это лип ГЦЦ. Зачем нам лип ГЦЦ? Ну окей. Это лип ГЦЦС. Еще где-то ГЛИПСИ приезжает. Вот. И ГЛИПСИ еще. Ну, который ЛИПСИ называется. То есть к нам, помимо того, что мы приписали, приезжает еще несколько объектников и несколько библиотек, и все это вместе компонуется. Кстати, можно попробовать сказать ему минус-минус статик и посмотреть, в чем разница. Нет, просто минус статик. Только уберем, вдруг она с ошибкой. Да, она с ошибкой. А, минус-минус статик. Молодец я. Ну вот, нет, вроде даже работает. Вот. И тут немножко другие библиотеки, немножко другие, это самое, немножко другие составляющие, а в остальном все то же самое. Вот. Ну, в общем, вот. Не, слушайте. А, господи, да. Не минус-минус статик, а минус статик. Я тупой, да? Нет такого файла или каталога. Ясно. Значит, мы это должны сделать не здесь, а на сервере практикума. Хорошо? А, в, п. А, в, п. Как он назывался, да? Минус-прок. Давайте туда все скопируем. Да ладно. Фу, ты, господи. Секундочку. Во. Вот на Linux-праке там точно есть у нас статическая глебси. Значит, почему, почему это все, на самом деле, все эти ошибки, которые я делаю, они важны. Смотрите. Что случилось? Когда мы сказали нашему компилятору, а ну-ка скомпилируй мне статически все это безобразие. Ну, не минус-о статик, конечно, а минус статик. Где это? Вот. Да-да-да, спасибо. Сокращенец тут тоже замечает, что у меня глюки. Вот, минус статик. Он попытался собрать из этого статический бинарник. Для того, чтобы собрать статический бинарник, нужны статические библиотеки. На этой машине у нас не установлены они, а вот тут, на Linux-праке, мы сейчас зашли на Linux-прак, должны быть установлены. Да, значит, cc минус статик, звездочка, точка о минус о, outrun. Ну, вот. Только минус в забыл сказать, чтобы посмотреть все-таки, что там происходит. Ну, вот он нашел нужные библиотеки. Как видите, они еще по-другому называются. И эти, вот эти штуки тоже по-другому называются. Например, церты бегин, там был с, а теперь т. А где библиотека наша? Ну, где-то тоже. Ну, короче, заодно, чтобы понять, в чем разница между статической и динамической линковкой, для обычного пользователя, вот у нас результат статической линковки. Давайте. 3 мегабайта. А вот результат динамической линковки. 20 килобайтов. Почему? Потому что все библиотеки, с которыми мы слинковались, статически приехали в бинарник, и он был вон такой. А здесь, и все эти библиотеки будут загружены в память при старте. Да, это все материал как раз операционных систем, вот той статьи про линковку, на которую я ссылался. Но какие-то базовые вещи мне пришлось пересказать, чтобы не делать вид, что я вас обманываю. Чего главное мы не сделали хорошего? Мы все сделали руками. Делаем makefile. С вашего позволения я пропущу вот этот пункт, в котором в makefile пишется вот так, или, по крайней мере, мы не будем его руками делать, мы глядим на него глазками. Для того, чтобы делать это одной командой make, мы просто говорим, что наша программа prog-цель состоит из вот таких исходников и собирается из них вот так, но заодно можем сделать этот самый клин, который все стирает. Вот. Но нам не интересно, мы хотим, чтобы у нас была раздельная компиляция, то есть сначала до объектников, а потом до объектники вместе. Мы можем написать вот так, с вашего позволения, и это я тоже не буду делать. Почему? Потому что это фактически один раз записать руками все те команды, которые мы уже записывали, да? Ну, смотрите. Prog получает из объектников объектники с помощью компиляции. Fun.o получается из fun.c с помощью компиляции до объектника. Ну и так далее, все ручками. Или давайте это сделаем. Давайте просто скопипастим эту штуку. Я не хочу это писать руками, правда. Мне лень. Даже клин уберем. Хотя нет, клин нужен. Вот. Единственное, что нам придется его чуть-чуть поправить, потому что у нас файл по-другому называется. Ну, ради этого все и было задумано. Вот. Да, значит, вот мы отмеч... Вот мы... Жух. Вот. Что там? Там вместо tab какая-то хрень. Во. Значит, смотрите. Что здесь буквально написано? Здесь буквально написаны рецепты, как сделать объектник из сишника, а потом, как из этих сишников сделать результат. В чем смысл? Значит, смысл в том... Давайте мы сначала запустим, убедимся, что это... Да. Копипаста работает плохо. А еще здесь у нас должно по-другому называться. Вместо прог у нас прог называется на самом деле main. Main. Вот тот пускай будет прог, а вот это все уже main, да? Дуршитель. Во. И это, и это, и это, и это, и это, и это. Во. Еще вот это. Нет, а здесь вот прог. Как раз. Прог. Это clean, да? То, что... Очистка. Вот. И еще, по-моему, вместо const у нас как-то по-другому. Ну-ка. А, вместо fun у нас output, да? Сейчас, а мы где? Блин, не там. Ну да. Сейчас. Вот здесь вот. Нет тут прога. Тут есть какой-то outrun, ну хрен бы с ним. И вместо... Вместо fun у нас const, да? Output? А, вместо fun у нас output. А вот const одинаковый. А в самом деле во второй строке вместо минусом и минусом прога. Да, наверное, давайте сделаем прог. Ну это, в общем, без разницы. А, нет, с разницей, потому что он не найдет. Да, спасибо. Именно так. Ну вот. О, прекрасно. Обратите внимание, что make clean, ну давайте outrun тоже удалим, потому что он тут сбоку припек. Что make clean нам привел состояние наших исходников, состояние исключительно исходников, все генераты удалил. А команда make построила дерево зависимостей. И все, что нам нужно собрать, собрала. Если мы сейчас, допустим, изменяем какую-то программу, ну скажем, какой-то исходник, скажем, output.c. И здесь напишем что-нибудь, не важно что. Только вот не так, а вот так. И скажем make, то мы увидим, что для пересборки этого проекта дерево зависимых друг от друга пересборок изменилось только на сам файл output, который нужно пересоздать. Ну и, естественно, прога, потому что его исходники изменились. Теперь немножко про бла-бла на эту тему. Итак, какие у нас задачи у инструмента под названием make? Как мы только что видели, главная задача, из-за которой все это возникло, это пересборка, перекомпиляция только обновленных исходников. Понятное дело, что может быть не только компиляция, make может заставить делать что угодно. Вообще что угодно, например, удалять файлы, мы только что это сделали. Но основная идея это про перекомпиляцию, и поэтому основная парадигма, которую make эксплуатирует, что у нас есть исходники и скомпилированный результат. Вот рецепт это как из исходников сделать таргет. Вот. Для того, чтобы это сделать аккуратно, make засасывает весь make-файл, строит большой граф, что от чего зависит, а дальше просматривает этот граф из соображений двух вещей. Вещь первая, это, собственно, топологическая зависимость, что из чего делается, да, вот, какой таргет, из каких исходников делается. Ну, а этот из этого, да, вот из этого. Вот. А второе, это какой из этих файлов новее, то есть считается, что исходники и таргеты это файлы, я забыл, как слово таргет на русский переводить, цель, цель, исходники и цели это файлы, и вот если исходник новее, чем цель, значит цель устарела, ее надо пересобрать. После анализа этого дерева на эту, вот, это орграф на самом деле, да? Нет, это сеть. Потому что там могут зависеть некоторые цели от нескольких исходников одновременно. А вот петли там запрещены, и Мэйк будет ругаться, если мы сделаем петлю. Вот. Поэтому это сеть, то есть ориентированный граф, ну, орграф произвольный. Вот. В нем будут построены только те, из него будет выделен только тот подграф, который соответствует вот этому второму, что у нас есть обновленные исходники, поэтому соответствующие цели нуждаются в пересборке. Вот. Ну, а дальше, собственно, эта задача решается динамически, и дальше мы, собственно, все эти действия и выполняем. Поскольку эта парадигма не универсальная, есть разные дополнительные штуки, например, Мэйк Клин наш замечательный, Мэйк Клин, да? Работает вроде бы как так же, только у него нету исходников, поэтому он всякий раз запускается. Нам нечего проверять. А главное, у нас нету файла Клин. У нас не создается файл Клин в результате Мэйк Клина. Мэйк говорит, так, ну, надо создать файл Клин, сейчас мы запустим вот это. Вот. В принципе, Мэйку можно сказать, что этот таргет, кажется, это называется слово фоуни. Да, точно. Мы можем заранее рассказать Мэйку, не парься, этот таргет фоуни, он, я не знаю, как фоуни переводится на русский, сейчас переведем. Жулик. Подделка, фальсификация. Короче, это, как это без мата сказать, наколка, да? Ничего не создастся. Не надо будет пытаться удалить вот это все, но ты делай. Вот. То есть, можно вот сюда вот вставить, не сюда, а вставить с самого начала, что у нас есть в фоне таргета, и один из них это Клин. На что это повлияет? Это повлияет на обработку Клина, на то, что Мэйк не будет даже думать, что в результате выполнения этого таргета, этой цели создастся файл Клин. Мы прямо написали, нет, он не создастся. Но делать он все равно бы убудет, и это правильно, так полагается оформлять Мэйк файлы. Вот. Возможно, мы с вами сегодня встретимся с ситуацией, когда... Когда... Ну, видим, на что это влияет, но пока я не готов это объяснить. Ок. Теперь, значит, удаление мусора. А на самом деле, что угодно, рецепт, это ведь не только однострочник, да? Вот здесь вот может быть целый, там, шелскрипт какой-то, который что-то делает. И мы можем объединять их в такие блоки, и дальше реюзать, говорите, вот там вот для того, чтобы собрать, допустим, любой объектник из любого сишника, надо допустить компилятор, но еще с такими-то параметрами. Вот. Как это делается? Так. Ну, не лишний напомнить, что вам нужен редактор, который не превращает табуляции в пробелы. Только что я скопипастил код с пробелами вместо табуляции, и Мэйк его отказался выполнять, мне пришлось их заменять обратно. Вот. Тут, значит, мы немножко не по плану лекции с вами идем, потому что здесь идет рассказ о гну-мэйке как самом популярном современном варианте мэйка, вот. А мы уже по нему потихонечку и говорим. Слово фоне, например, это свойство именно гну-мэйка. Видите здесь гну? Ну, вам плохо видно, но это гну. Вот. Мы уже в прошлый раз говорили, что в мэйк файле присутствуют цели и рецепты. Вот это цель, это исходник, это рецепт, как эту цель сварганить. Мы столько что говорили, что в результате мэйк думает, что в результате создаться вот такой файл, но за исключением фоне, ну, вот это все. Это я чуть позже расскажу. А пока что, видимо, нам нужно про шаблоны. Про шаблоны. Значит, какой недостаток главный вот этого мэйк файла, который мы написали? В нем есть много однотипных действий, вся вот эта компиляция. Ну, вот эта вся компиляция, вот эти три, которые, по сути, сводятся к чему-то такому, что если у нас есть что-нибудь типа процент, что-нибудь типа заканчивающегося на точку О, его можно собрать из чего-то типа заканчивающегося на точку С, с помощью команды СС, а дальше вот что во что превращается. Ну, видимо, придется воспользоваться какой-нибудь магией, и эта магия спешит нам на помощь. Вот такая конструкция с бебячкой, которая напоминает мишень, это будет таргет. А вот такая конструкция с меньшей, это будет первый из списков исходников. Вот здесь буквально написано, чтобы превратить нечто точка С в нечто точка О, нужно запустить СС, нечто точка С минус О нечто точка О. После чего мы можем смело взять и удалить вот всю вот эту вот байду. Теперь Мэк это сделает за нас. Давайте попробуем. Так, не получилось. Понятно, мы забыли минус С сказать. О, it works. Да? Значит, путем введения шаблона мы упростили нашу команду до шаблонизированного представления. Чем еще это хорошо? Допустим, мы хотим включить там ворнинги. Мы их включаем одновременно для всех актов компиляции. Просто вставляем сюда минус Уол и получаем... А, слова О нет. Традиционно целью в начале, значит, в начале Мэйк файла стоит перечисление всех целей, которые нужно собрать, и они все называются целью О. Вот теперь можно сказать Мэйк О. Минус Вол с большой буквы. Да, действительно, я опять тормозил. Хорошо. Сейчас расторможу. Стенка тут ни при чем. Минус Вол это не стенка, если что. Да, вот опять сокращенец меня даже обогнал. Я настолько торможу, что лаги нашего видео обгоняют по скорости мой ум. Потому что сокращенец уже успел заметить, что я неправильно написал. Так вот, Вол это не стенка, это ворнинг О. Все ворнинги считать ошибками. Что-то, кажется, у меня нету ни одного ворнинга в этом файле. Какая жалость. Вот. А, нет, не все ворнинги считать ошибками, а все ворнинги включать. Все ворнинги считать ошибки, это минус W error. Ну, не важно. Важно то, что мы главное. Главное вот это, смотрите. Поскольку мы изменение шаблона, то в процессе сборки мы, как бы, этот шаблон несколько раз применим. В чем некоторый недостаток? А, да, в чем фишка еще makefile? Смотрите. Предположим, у нас есть файл, который ошибочно компилируется. На самом деле, это не только файл, который ошибочно компилируется, а вообще какая-нибудь ерунда. Ну, мне синтаксикер сразу сказал, что это ошибка, но мы же, кто же доверяет синтаксикеру? Вот. Обратите внимание вот на что. Если я сейчас скажу make clean и снова скажу make, то сборка начнется и упадет в тот момент, когда первая же из команд будет неуспешной. Если бы мы внесли эту багу в const.o, у нас бы на первой команде все собралось. В смысле, не собралось. Ну, давайте, кстати, это сделаем. Вот не сюда внесем, да, а в const.o. Ну, точка c. Да. Такую же фигню напишем. Бац. То есть makefile активно эксплуатирует свойства командной строки, в данном случае Linux, в котором буквально сказано следующее. Если команда, которую мы тут запускаем, завершается с ошибкой, то есть ее exit статус не ноль, мы считаем, что сборка все, закончилась неуспешно уже. Да? Ровно так и происходит. Вот тут он, make, скомпилировал один файл, скомпилировал другой, попробовал скомпилировать третий, компилятор выдал ошибку, и завершился с exit статусом не ноль, один в данном случае. Сборка на этом остановилась. Вот. Здесь, вот здесь, да, ой, кстати, он попробовал еще вот это сделать. Да, да, точно. Похоже, что да. То есть он выполнил все команды, которые мог, до которых мог дотянуться, сделал все те таргеты, которые смог сделать, после чего остановился со словами, вы знаете, вот я вот тут сколько мог сделал, все успешное собралось, я начал вас обманывать, сказав, что сразу остановится. Неправда. Он сначала доделает все, что может, но поскольку прог, ой, а что это он собрал его? А это ворнинг. Слушайте, я вас опять обманываю? А-а-а, хорошо. Что я хотел? Хотел сказать минус вера. Да? Да? Дыдыч, вот, наконец-то. Слава богу. Нет, все хорошо. Он собрал, попытался собрать первый файл, на нем же упал, и больше ничего не собирал. Он говорит, это ошибка, больше не буду. Я понял. Вот тут он был ерером, а тут он был ворнингом. Спасибо языку программирования C за то, что одна и та же конструкция в разных контекстах по-разному это определяется. Ну вот, вот теперь все понятно, да? Мы не смогли собрать первый же таргет, вот этот, и на этом упали, потому что ничего сделать было нельзя. Кстати, обратите внимание, что ворнинг, как ворнинг, он нам выдался, но ошибки он никакой не продуцировал, потому что код возврата компилятора в данном случае был равен нулю, а не единиц. А вот этот ворнинг, ворнинг превратился в еререр, из вот этого. Ну и вот, пожалуйста, вот, ничего не собралось. Так, это что касаемо, это что касаемо эксплуатации того, что в действительности все, что пишется вот здесь вот, это просто shell script. Это очень удобно, мы можем прям писать сюда обычные shell команды. Единственный недостаток состоит в том, что на винде это не работает. Там нету shell script, там команды вот эти будут абсолютно другие, если вообще будут. То есть, вы можете собирать это в VSL, и вот, спасибо компании Microsoft, которая придумала удивительную хрень под названием Windows Subsystem for Linux, которая в действительности является Linux Subsystem for Windows. Вот, там просто обычная Ubuntu запускается, и в этой обычной Ubuntu все, естественно, работает, но это, блин, будет Linux, а не Windows. А вот в самой винде там с этим проблем. В Mac, кстати, особо проблем нет, как я понимаю, потому что там shell есть. Вот, и это как бы недостаток. Идем дальше. В действительности синтаксис Make запредельно сложный. Собственно, из-за этого его многие не любят. Когда его придумывали, никаких других инструментов автоматизации сборки особо нормальных не было, GNUMAKE, не просто Make, синтаксис GNUMAKE запредельно сложный, и в него начали напихивать дикое количество всякой функциональности. Вот. Чего мы умеем? У нас есть переменные. Давайте мы попробуем эти переменные задать. Ну, например, какой-нибудь цифлакс равно тут можно так написать. Ну, скажем, все тот же минус верер. Минус волк. Тогда мы можем вот здесь вот написать не а вот этот цифлакс. Если мне не ошибается, если мне не изменять память, это вот так пишется. Вот. Обратите внимание, что синтаксис раскрытия переменной в Make не такой, как в Shell. Это именно круглая скобочка. Обратите также внимание на то, что если у вас один символ, круглые скобочки не нужно, то есть вот так писать не нужно, а вот если у вас больше одного символа, то он нужно. Это дань какой-то совершенно запредельно древней традиции, когда экономили символы, и вот значит доллар А это доллар А, а доллар Ц флакс без скобочек это доллар Ц флакс. Ну, правда, это так устроено в Make. Вот имейте это в виду. Что еще можно сказать? Можно завести список удаляемых файлов и поправить вот здесь так. давайте проверим, что это все работает. И это все работает. Значит, ничего интересного я здесь не сказал, за исключением одной интересной штуки, которую я пропустил, а надо бы вспомнить. Да, вот сокращение вспоминает про функцию, но про функцию я еще тоже вспомню. Спасибо, что обратите внимание на вот это знак равенства. В принципе, мы имеем дело с макро-подстановкой. То есть, это по сути не переменные, а макросы, которые раскрываются в тот момент, когда мы их раскрываем. То есть, вместо трэш будет подставлена вот эта штука в тот момент, когда мы будем выполнять вот эту вот команду. Что это означает? Это означает, например, давайте сходим в пример документации. Фу — это бар, бар — это ух, а ух — это хух. Берем здесь, раскрываем, и он внезапно раскрывается. Почему? Потому что это макрос. Фу превращается в бар, бар превращается в ух, ух превращается в хух. По всем законам определения макроса. В какой момент это происходит? Прямо здесь, сейчас, в тот момент, когда мы написали доллар фу. Так это все нормально работает. Это важно понимать, что это происходит ровно вот в момент выполнения этой команды. До этого момента мы не знали, что здесь написано фу. А вот в тот момент, когда мы выполнили эту самую фу, вот тогда-то произошло раскрытие фу в бар, бар в ух, а ух в хух. Нужно это копипастить в makefile, чтобы мы увидели, что оно именно так и работает. Я думаю, что не нужно. Но мы можем вместо макросов завести переменные. Синтаксис заведения переменных очень простой, вот такой. и все произойдет в точность и наоборот. А, нет, смотрите, все равно later. Ой, как интересно. А, ну вот, вот тут пример из этого самого, пример из макфайла. Смотрите, давайте мы этот пример попробуем все-таки заимплементить, потому что я сам начал сомневаться в своих словах, а когда человек сомневается в своих словах, это неправильно. Такой, экземпл макфайла. Что мы сделаем? date равняется что там, как у них там написано shell date, во, отлично. Ой, там где скобочка, да. Почему не, ну да. То есть запустить команду date и прислать ее date, да, ну и давайте, значит, all это x1 и x2, x1 это dollar date, только вот так вот, ну, видимо, эхо x2, 2 это тоже эхо dollar date. Значит, вопрос в том, сколько раз выполнится команда date в этом случае. я честно, вот, минус f, а, makefile.ex, образец цели не содержит бррррррррррр. Решил сны эксперимента, сам затупил. Ну, это же хорошо, это правильно. Мы вернемся к нашему тем самым, мне же интересно, понятно, не зная, что этот макфайл, все, там были пробелы. И все. Вот. Так, а как мы узнаем, сколько раз вызывалась команда date? Никак, да? Ща, узнаем. Ну-ка. О, два раза. Это хорошо видно, потому что у них разный вывод, и они каждый раз секунду ждали. То есть, как нам было сказано в начале, раскрытие этого макроса происходит в момент вызова. Мы говорим, эхо. Он говорит, чего эхо? Date. Что такое date? Вызов вот такой шельной команды. Ща, мы ее вызовем. Теперь давайте здесь ради эксперимента поставим двоеточие. Оп. Вызов произошел один раз в момент вот этого присваивания. Надо сказать, что вот двоеточие равно это гну-мейковский синтаксис. В позикс-мейке появилась такая же имидия присваивания, только там надо его писать вот так. Гну-мейк умеет и то, и другое. Вот в этом разница. То есть, если вы хотите оперировать с чем-то, что вы воспринимаете, как такие традиционные переменные, да, используйте двоеточие равно, потому что это будут переменные. Если вы хотите оперировать с чем-то, что вы воспринимаете, как макрос, который должен быть раскрыт в момент своего раскрытия, используйте просто равно. Есть разница. Почему эта разница есть? Мы с вами сейчас воспользовались одной из функций, коей, как правильно сказал, как правильно нам подсказывает сокращенец, коих в гну-мейке просто бездна. Вот, наиболее известная эта функция субст, потому что с помощью нее можно менять одно на другое. Вот такая примерно. То есть, если у вас есть список файлов, которые заканчиваются на точке C, из них можно сделать список файлов, которые заканчиваются на точке O. Вот. Ну, давайте попробуем. Вот здесь вот. Сейчас, что мы хотели. Что-то заменить на что-то. Только вот тут фу. Давайте попробуем. Вместо data здесь попробуем доллар звездочка. А, нет, что там? А, это замена одного в другое. Да, это не совсем субст вас. Это замена... Смотрите. Сейчас, не здесь. Не здесь. Давайте отсюда выйдем. Вот здесь вот можно написать что-нибудь типа эхо доллар вот эту фигню, да, точка Z равняется точка O. О, как-то так. Боюсь ошибиться, но что-то мне подсказывает, что как-то так оно и делается, только может быть в обратную сторону. Я не помню, с какой стороны там. Давайте смотреть документацию. А я опять затупил. Это неправильно, но как бы... Что делать? Так. Доллар скобочка. Это был Shell. Shell не так интересно. Нам интересно... Во, вот. А, это переменная. То есть фу, это переменная. Во, во, во. Вот пример. Очень хорошо. Да, значит... Что? Это макрос. Ну да, это макрос, макрос, естественно. Сейчас. Я просто к тому, что это не в строке делается. Слушайте, я, конечно, могу вот так проделать. Ну-ка. Ну-ка. И тогда у нас будет все-таки вот тут вот ZZZ, только VVV какой-нибудь. А тут будет точка О. Ну-ка. Хе-хе. Да. Только я ничего не сделал. А почему? Показывай пример. Что из чего там делается? О равняется C. О заменяется... Ага, в обратную сторону заменяется все-таки. Э-э-э. Логика у людей, да? Все. Вот теперь у меня все получится. Я верю в это. Наконец-то. Да? Значит, что произошло? Мы взяли, заменили в переменной по имени меньше. Это имя переменной. Ну, или макроса, если хотите. Что такое переменная по имени меньше? Первый исходник в списке. Заменили О на VVV. Получили. Вот. В документации есть гораздо более приличный пример. Вот у нас есть список объектников. Из них можно получить список исходников. Ну, или наоборот. Вот. Сейчас, секунду. Еще есть subst. Во. Это еще более хитрая функция. Что на что, где, да? Ну, короче, ладно. Мы не будем в это углубляться, потому что создание сложных make-файлов, на это можно потратить целый семестр, потому что make-и действительно очень хитрый синтаксис. Вот. Документация, как видите, вся есть. Всегда можно найти, что вы хотите сделать у вас. Вариантов много. Кстати, видите, тут еще вот так вот. Вот. Это я к чему? Это я к тому, что Gnumake, как инструмент, достаточно разнообразный. Вот. И с помощью него можно творить довольно интересные конструкции. Можно, например, взять и получить список .c файлов где-то там в шапке. А потом его заменить на .o. И вот тут вот, вместо этого, кстати, давайте попробуем. Интересно же. Значит, что я хочу? Я хочу получить список файлов. Files. Да? File. List. Нету файла list. Files. Я хочу получить список файлов. Как это? Ls. Нет. О! Боже мой. Какой-то past search. First word. Это какая-то бредятина. Слушайте, а может быть просто написать shell? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Может все просто? Ну-ка. Так. Не красиво. Красиво. да it works тогда мы можем здесь написать что вот этот самую в замену которую мы имели а именно доллар c files что на что мы меняли где лево где правый опять забыл слева направо то есть сначала .c а потом .o и здесь тогда написать все входные файлы все исходники только наоборот вот давайте попробуем it works смотрите на что мы сделали мы составили список файлов которые у нас сишники прямо все вот и мы сэкономили себе еще немножко усилий на то чтобы составить список объектников добавим еще один файл .c он тупо соберется там же в том же в том же как бы при тех же условиях сам по-моему это ну удобнее особенно в случае когда у вас действительно в проекте эти самые исходники растут как грибы каждый раз вписывать его во все места он сделал ls шикарно обратите внимание что здесь например есть еще один следующий таргет который redmi давайте мы тоже так сделаем давайте мы в трэш добавим еще redmi потому что это генерат и сделаем его с помощью прога мы просто запустим прог с параметром redmi допустим нет давайте так потому что иначе будет плохо понятно вот только тут доллар таргет о чем мы сделали мы вместо компилятора вызвали ваще саму нашу программу который что-то куда-то выводит и мы перенаправили вывод в собственно в таргет под названием redmi теперь если мы сделаны мы клинол вот это просто вывод что я сейчас делал я увеличил обновил прог теперь у нас прог новее чем redmi я сейчас вангую что я сейчас скажу make all то он все пропустит а redmi пересоздаст вангование сбылось разумеется но там как бы к бабке не ходи ванги вот вопросы мне кажется что все это достаточно очевидно смысл этого примера был в том чтобы показать что совершенно не обязательно должен быть компилятор может вообще что угодно совсем что угодно тесты можно так генерить а потом их запускать а потом смотреть что мы нагенерили а потом вставлять это в таргеты ну и так дальше бесконечно сложная штука у которой есть еще одна уровень сложности make имеет декларативный синтаксис это не программа это таргеты и условия и алгоритм выполнения этих кусочков до алгоритм выполнения рецепта это результат построения динамического дерева зависимости по обновлению вот программа которая просто так написано она устроена не так тут тут этот самый наш прекрасный сокращение сговоришь надо было вот так писать есть ощущение что он прав да он прав чтобы не вызывать лс а заставлять сам мэйк превратить звездочка .c в список спасибо большое ну вот чем еще не посмотрели в этом всем интересном ой как интересно а смотрите у нас этот аут лип до содержится в нескольких файлах ну или как он там сейчас у нас называется и в main.c и в output h помимо того что у нас есть вот такая зависимость мы можем еще дополнительно сказать а вот допустим main.c а и output h тоже только output h да зависит от что там аут лип аут лип .h только не output h а где мы там нашли output c и это будет дополнительно к вот этому вот в результате у нас возникнет дополнительная зависимость на аут лип и допустим мы давайте еще раз во первых проверим что все работает допустим мы отредактировали наш аут лип и в результате нужно пересобрать еще два файла да давайте проверим ой нет а почему а на зависимость да нет почему на о о да да действительно на о потому что сишник не надо перегенерять сишник не является таргетом и еще раз спасибо сокращение соответственно человек который продолжает программировать на оси а я давно перестал вас верни как перестал год назад перестал да конечно на о ведь .c файлы не являются таргетами их никто не собирает то что у них есть зависимость никого не волнует их никто не собирает а вот о файл действительно если напишать так то все будет как надо это ну давайте сначала clean all пол то есть вы понимаете это не стереть все а сначала стереть а потом сделать все да что да 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 и она по очереди будет их выполнять вот а вот теперь давайте сделаем наш тач увеличим время время как бы обновим файл аут лип точки как если мы отредактировали и посмотрим что у нас получится все так два файла которые зависят от этого аут лип точка аж а именно main о и аут о пересобраны и пересобрана программу ну естественно пересобраны редми да то есть мы можем делать не обязательно в одном месте эти зависимости указывать видите вот это одна зависимость а это другая и тут еще и множественное при этом нам совершенно не обязательно делать рецепт потому что мы знаем что он на самом деле там вот ну как бы нам не нужно рецепт для изготовления одного из другого потому что мы знаем что это просто дополнительная зависимость у нас вот такой граф есть да а рецепта нет так важное дело состоит в том что на самом деле мы все равно слишком большой файл написали можно еще упростить дело в том что мы их же создавался для того чтобы нам ну программы компилировать значит у него наверное есть какие-то умолчания знаете сколько у него умолчания тысячи триста шестьдесят строк умолчу правил по умолчанию в мэйке это переменные которые определены по умолчанию и это как вы видите правила которые по упрямую по умолчанию например как сделать точка о из точка c давайте посмотрим процент точка о двоеточие вот надо запустить cc на входной файл с некоторыми параметрами которые называются сифлакс и выходной файл то есть мы могли бы на то правило вообще не писать пробуем мы же то же самое сделали да давайте мы это вообще уберем сокращенец тут советует рассказать как точка h автоматически добавлять зависимости если вы про автохедзер то это не сейчас а если вы про что-то другое то возможно я не знаю про что во ну-ка давайте попробуем а так заработает а кто ему мешает только сифлакс почему-то не сифлакс а почему сифлакс не сифлакс фулгаз потому что потому что шаловливые ручонки вот мне кажется что и это еще не все что и бинардик можно и сишник собирать ну вот это тоже не нужно давайте попробуем посмотреть еще раз минус p а ну возможно несколько из них нельзя сделать да то есть мы же не знаем из скольких файлов они делаются нет смотрите ну-ка давайте посмотрим как-то как-то решено в нет проценты . о я сказал . а ты чё говоришь а я сказал не ту . так даже не так нет так да нет окей мне интересно правило согласно которому мы собираем из нескольких файлов один что-то я вот тут не вижу давайте я не буду тратить наше время на то чтобы тупо его искать глазками потому что его искать надо гребом нет тут сокращенец начинает рассказывать уже какие-то совсем тонкости на которых у нас времени нету это действительно важная штука я понял о чем вы но у нас осталось пять минут до конца лекции пять минут пять минут до конца лекции а у нас есть еще одна обзорная тема соответственно я сейчас как это не смогу найти а хорошо давайте попробуем последнее последний последний вариант вдруг он короткий да смотрите как сделать бинарник из объектников запустить нечто под названием link.o мы подозреваем что link.o это такая переменная просто тупо дальше из всех объектников дальше еще библиотеки которые мы к ним хотим присобачить еще одни библиотеки которые мы хотим присобачить и они немножко разные чем они отличаются неважно минус o что то то есть и правило как собрать исходник бинарник из объектников у нас тоже есть нам не нужно вот здесь вот писать вот это нам без нас это сделают потому что выполнится вот то правило которое мы с вами только что видели проверяем что я сделал неправильно возможно там нужно чтобы файл назывался по имени программы да у нас он называется main давайте попробуем 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 прог main там должно быть совпадение имени хотя бы одного но я не уверен да it works в этом правиле который мы с вами смотрели да вот в этом было написано буквально что совпадение имен должно быть вот у нас есть файл .c из которого можно сделать файл .o из которого можно сделать файл без точки о в конце значит мы это правило применяем но поскольку у нас здесь вот стоит в этом правиле все исходники а мы эти все исходники вот здесь показали вот теперь оно работает вот некоторые конвенции разумеется но конвенция разумная вот все у нас осталось пять минут на мне кажется я тему мы ну тут тут много всего которое нам не интересно короче вот пример же значит короче можно вкурить еще в эту статью она чуть больше и опять таки принимаются дополнения ну может быть вот такие тоже но не знаю насколько это не такой же объем вот а у нас осталось последние пять минут на некоторый дополнительный обзор ну во первых учебники по мейку значит если вы вообще не в теме то я рекомендую начинать с очень старого учебника по очень старому мейку не являющимся гну мейку зато это прям учебник учебник где все написано русскими словами прям вот от начала до конца единственный недостаток он по очень старому мейку который даже современному позик стандарту не соответствует это документация по операционному по компьютеру беста выпускавшемуся в конце восьмидесятых годов на излк это такая классическая юник система прямо вот классическая классическая и в ней значит настолько классическая что такое типичное восьмикнижие для юникса характерное руководство администратора руководство программистов это самое мануал администратора мануал программистов ну вот это вот все мануал пользователь но зато там вот прям вот ну вот ну естественно этого вам не хватит это просто чтобы понять и пощупать пальцами если я говорю вы только начинаете с мейка вот а дальше можно смотреть вот туда вот куда вот сюда вот можно смотреть вот эту книжку которая присутствует поскольку она урайлевская она присутствует в скачаном в виде в pdf в очень многих местах тимоте орали на это смотрит сквозь пальцы на такие вещи вот документация есть достаточно ну как бы средней степени устаревшести на 20 лет всего на 22 года документация на русском языке я думаю что мы с вами не слишком много встретим различий с современным мейком ибо повторяю ему очень много лет и это последнее о чем я хотел сегодня рассказать относительно того что вот смотрите инструмент ну античный инструмент я так понимаю очень сильно востребованный используемый в особенно в при разработке под линукс но современные значит разработчики такие более хипстерского толка они конечно мейком не пользуются потому что сложно мы это с вами видели чем пользуются хипстеры ну не хипстеры а там скажем люди которым надо быстро сесть на попу и быстро написать какой-то проект для своего программного продукта неравный нажиманию на кнопочке на кнопочки во всяких вижу студиях вижу этих самых и прочих и клипсах и и как там называется у интелли джи соответствующий соответствующий хрень я забыл аналогом мэйка аналогов мэйка на свете на самом деле очень много то есть если мы зайдем в какую-нибудь википедию ну вы поняли если в них внимательно посмотреть выяснится что на самом деле их совсем немного этих аналогов потому что подавляющих большинство это такие специальные специальные условно мэйки которые написаны на том же языке мэйк файл в них пишется на том же языке на котором вы программируете например если вы программируете на джава то ант и мавин это такой способ написать на джава соответствующий мэйк файл если вы программируете на хаскеле мэйк файл будет на хаскеле ну и так дальше и так дальше если вы программируете на c++ boost build это мэйк файл на c++ вот проектов аналог мэйк файла на c++ вообще десятки все они разной степени отсталости по отношению к великому и могучему чересчур могучему мэйку обычному в смысле гну мэйку но зато вам не придется никакого другого языка учить из таких вот низкоуровневых оторванных от это ниндзя ниндзя действительно очень популярный низкоуровневый проект который в действительности не равен мэйку от слова совсем и сейчас скажу почему ага вот что я лишнее сделал если внимательно смотреть на сайт и почитать документацию вам четко скажут ниндзя это не то что пишут руками это такой парсер заранее кем-то изготовленного большого проекта по тому как одно из другого делать более того ниндзя не будет делать главного что делает мэйк она не будет строить динамического дерева зависимостей оно построит это дерево статическое заранее дальше определит какие значит эти самые файлы нужно переделать и переделает их она не будет решать вот эту странную задачу над которой мэйк иногда думает очень долго если у вас сто пятьсот миллионов файлов из них у них какие-то странные зависимости там еще какие-то циклы все это будет решаться в рантайме ниндзя это делает не в рантайме ниндзя прям строит какие-то там типа на чуть ли не на искулайте какие-то базы данных с уже разрешенными зависимостями всеми а дальше в них смотрят а дальше их обновляет если вы обновили соответствующее правило и оно не предназначено в основном для ручного создания а предназначено для того чтобы кто-то создал ниндзя файл а ниндзя его будет согласно нему делать рецепт соответственно высокоуровневый инструмент который в данном случае используется называется мизон их много вот но он более высокоуровневый чем мэйк про который мы говорим и поэтому про мизон мы будем говорить тогда же когда будем говорить про автотулс то есть про инструменты профилирования настройки на окружение проверки наличия соответствующего окружения и так дальше и так дальше главный недостаток Два главных недостатка ниндзя. Первый, это вот в его, так сказать, неориентированности на руки, а второй, что он не умеет в одну важную штуку, про которую я сейчас скажу, заняв еще две минуты, и на этом мы закончим разговор, благо время уже вышло наше с вами. Представьте себе, что у вас несколько ядер в вашей вычислительной системе. Вот это дерево, которое Мэйк вычислил, вообще говоря, можно выполнять в несколько потоков. Ниндзя с этой задачей справляется. Ну, как бы несколько ядер, дерево статическое, тот самый, и все. Представьте теперь, что у вас настоящий такой кондовый open source, в котором есть ваш проект, в нем есть подпроекты со своими мэйк-файлами, которые вы просто, ну, типа, собираете все вместе. Да? То есть, вместо того, чтобы делать один большой мэйк на все вот это дерево, что, в общем, редкость, вы, скорее всего, делаете, у вас есть много разных подпроектов, вы их сваливаете в одну кучу, запускаете вот один большой мэйк, который из-под себя вызывает много маленьких мэйков. Мы будем, кстати, это делать. Мы, например, будем собирать документацию отдельно от сборки бинарников. Ну, или параллельно, если у нас несколько ядер. Внимание, вопрос. Вот вы запустили с помощью мэйка большого внешнего, у вас есть четыре ядра, четыре мэйка маленьких, которые должны дальше работать. Сколько ядер каждый из них должен использовать? Ну, очевидно одно, у вас всего четыре, больше смысла не имеет. Как им про это рассказать? Вот ниндзя про это рассказать нельзя. Поэтому вот эти ниндзя-файлы должны быть сгенерированы из всего многообразия, один большой ниндзя-файл для всего проекта. Мэйк работает по другой схеме. Он выступает в роли так называемого джоб-сервера. Головной мэйк, который запустился один, занимается, собственно, шедулингом всех вот всех остальных мэйков. Он говорит, так, у нас, вы запустили меня, там, четыре, минус G4, четыре таска, ходите ко мне, я вам расскажу, когда можно ваш таск очередной включать. Джоб-сервер. Сколько угодно. Да. Головной один. Он заводит сокет, они ходят в этот сокет, и этот сокет приезжает просто при, как бы, с окружением при запуске следующего процесса, они туда ходят, говорят, когда? Да. Он говорит, сейчас. Пошел. Вот. Фишка в том, что джоб-сервер это протокол такой. И, например, в джоб-сервер умеет ГЦЦ, когда делает ЛТО. Помните, я говорил, что раньше компоновка была быстрым процессом? Взяли объектники, пожевали их, в библиотечки, значит, положили и сделали бинарник. Сегодня компоновка большого проекта, большого, реально, там, LibreOffice с ЛТО работает чуть ли не дольше, чем все остальное. Ну, нет, с LibreOffice все-таки быстрее. Вот. Потому что... А, фиг бы с LibreOffice. Google Chromium. Компоновка с ЛТО Google Chromium работает бесконечно долго, потому что Chromium собирается даже не ниндзей, а какой-то самописной хренью имени Гугла. И это самописная хрень. Не умеет в джоб-сервер. И ниндзи с Минзоном не умеют в джоб-сервер. Поэтому ЛТО происходит в одно ядро. А вот если бы там был make-файл, и make, который бы за этим сидел, GCC умеет в джоб-сервер, но найдет, а, у нас есть джоб-сервер. Сейчас мы это ЛТО запустим в столько тредов, сколько, вернее, не тредов, а столько параллельно процессов, сколько у нас есть. Ну, тредов, на самом деле, да. Вот. Я, как мантрейнер, в том числе и LibreOffice, и только не Google Chromium, а гастированного варианта, я накладываю туда патчи для поддержки этих кузнечиков, вот этих всех, и прочих, как их фамилия, стриблогов. Вот. С этим сталкиваемся. Что, вот если запилить и, как бы, поднять джоб-сервер, ЛТО внезапно начинает работать во столько раз быстрее, сколько у вас ядер. А у нас на сборочке их 128 ядер. В общем, выгоды есть. Вот. В это все современные инструменты пока не умеют. Ребята из CMake, а это еще один инструмент более высокого уровня, который не только... Ну, который умеет, например, генерировать мейк-файлы или ниндзя-файлы. Ребята из CMake сами поддерживают вот этот ниндзя, который имеют в джоб-сервере. Сами его пишут, сами патчат, сами поддерживают. Ребята из ниндзя эти патчи не принимают. Что там у них за терки, я не знаю. Такие дела. Домашнее задание и на этом все. Собственно, домашнее задание на то, чтобы даже не самому написать мейк-файл, а взять вот этот наш пример. И его хорошенько модифицировать, дабы проделать, ну, хоть какую-нибудь осмысленную работу, а именно собрать статический и динамический вариант нашей программы. Собрать библиотеку. Интересно, где рассказано, как собирать библиотеку? Нигде. Окей, я посмотрю сегодня-завтра. Здесь ссылочку положу, как собрать библиотеку. Вот. Интересно, почему. А, наверное, это есть в примере, знаете что? Там где-то в конце, я думаю, есть сборка библиотеки. Нет? Нет? Да, есть. Просто надо дочитать пример до конца. Если будут вопросы, спрашивайте, то есть, собрать библиотеку и потестить. Да, действительно ли работают все три варианта, обычные из O-файлов, из статической библиотеки и из динамической библиотеки собранные. Естественно, они все будут работать. Ваша задача, на самом деле, освоение мейка. Вот это все. Это просто копипастится кусочек из примера. Ваша задача научиться с помощью мейк-файла, собирать какие-то, ну, как бы, задавать, генерить какие-то тесты, проверять, что они работают, ну и так далее. В общем, читайте, если есть вопросы, задавайте. Все, я у нас и без того, я выжил целых 10 минут мимо этого самого тайм-лимита, но я надеюсь, оно того стоило. Вот. Вопрос. Я чувствую, что всем уже, да, пора домой, мне тоже пора домой. Тогда все, значит, до новых встреч. В следующий раз у нас, я так думаю, наш замечательный автокреп. Давайте посмотрим. Извините за... Пардон, my French, да, это так в сообществе называют автотулз. Нет. Мы немножко будем отдыхать и будем говорить про... Про Shell, про всякие штуки. Короче говоря, когда вам нужно в вашем проекте немножко поизвращаться и посклеивать, пособирать какие-нибудь, значит, какие... Ну, короче, делать текст из текста. Обработка текста. Это очень частая штука, которая встречается в живых проектах под Linux. Вот. Поскольку Linux наследует Unix, и там очень много способов обработки текстов, люди очень часто это все пихают в makefile, там, бынь, 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 там, тесты собрались, документация собралась, что-то похачилось, что-нибудь из какой-нибудь сишника сделалось ман, там, ну, вот это вот все. Вот это у нас в следующий раз. Все, 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 хватит с нас. До новых встреч. И вот это вот. Субтитры сделал DimaTorzok